Тема пожаров стала одной из первых, которые обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. О профилактике возгорания и о других вопросах в нашем сюжете. Несмотря на все усилия пожарных и властей, цифры трагические. Количество пожаров в республике растет, и едва ли не каждый второй с человеческими жертвами. В этом году, уже с начала года 33, человек погибло по тем иллинным причинам на пожарах. За аналогичный период прошлого года 20, то есть 13 человек, но в том числе и детей. Причины, основные причины, именно в этом году, в этот период у нас остаются это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов. 39% общего количества пожаров от общего количества, именно эта причина. Следующая причина электрооборудования 30. Спасателей пожарных нельзя обвинить в бездействии. Съемочная группа национального телевидения «Чуваши» не раз выезжала вместе с ними в рейды и видела, как проводится профилактическая работа. Насколько подробно разъясняются правила безопасности. Сейчас МЧС начинает новую акцию «Огнетушитель в каждый дом». Наличие такого простого, но действенного приспособления может предотвратить большую беду. И отнестись к рекомендациям огнеборцев надо со всей внимательностью. Впрочем, это касается не только огнетушителей. С приходом весны осложняется ситуация на водных объектах. Сначала придется отлавливать и спасать рыбаков, гуляющих по тонкому льду, а потом противостоять паводку. По прогнозам, он ожидается на уровне прошлого года, не выше. Земля промерзла не глубже, чем на полметра. Толщина снежного покрова средняя, но снег рыхлый и растает сравнительно быстро. На совещании также подвели итоги выставки «Картофель-2014». 74 экспозиции из 18 регионов России работали несколько дней. Всего было представлено 120 сортов второго хлеба, 58 единиц техники. Семенным материалом торговали три дня. Всего резованы 68 тонн. Для этого даже пришлось продлить работу выставки. Единственное, на что жаловались участники и посетители выставки, иначе как на машине к Николаевскому рынку не добраться. Необходимо увеличить количество автоизита как можно быстрее, чтобы больше не возвращаться к этой теме, потребовал Михаил Игнатьев. Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев.